Музей Музей Мира И совсем недавно у нас проходила выставка, посвященная французской готике и эпохе короля Людовика Святого. Мы с вами сегодня будем говорить об очень необычной коллекции в сердце собрания Лувра. Она называется Обжейдар и включает в себя в первую очередь предметы декоративного искусства. Нас ждут литургические сосуды, украшенные в технике эмали, резная кость, бронзовые статуэтки, а также королевские регалии и драгоценные камни, принадлежавшие французской короне. Сегодня шедевры этой коллекции представлены в северном крыле Лувра, которое носит имя кардинала Ришелье. И туда мы с вами сейчас отправляемся, минуя подземный вестибюль Лувра, освещенный пирамидой архитектора Минпея, поднимаемся на первый этаж крыла Ришелье. Там сегодня представлено историческое ядро коллекции декоративного искусства, предметы из сокровищницы средневекового аббатства Сент-Эни. Это аббатство имело во Франции особый статус, оно служило некрополем французских королей и королев. До сих пор в главной базилике монастыря можно увидеть их надгробие. Там хранились арифлама, главное хоруквь, знамя воинское французских королей, регалии, которые использовались во время коронации, и в Сент-Эни проходила коронация французских королев. В силу всего этого сокровищница аббатства щедро пополнялась и к концу XVIII века включала в себя не только ценнейшие регалии и церковные реликвии, но и предмет особого исторического значения. Там, например, хранился рог рыцаря Роланда. Там можно было увидеть шахматы, которыми играл император Карл Великий, а также разные диковины, модные в XVI-XVII веке, вроде рога-единорога и когтя-грифона. После Великой Французской революции в 1793 году все эти предметы должны были быть переданы конвенту национальной власти. И затем большая часть из них предполагалась на переплавку. К счастью, часть сокровищ аббатства была спасена комиссарами музеума, Центрального музеума искусства республики. Это был лувр, так он назывался, когда только был создан. А он как раз открыл свои двери для посетителей в 1793 году. Тогда это был вовсе не огромный музей, занимавший весь дворец, как сегодня. Это была одна галерея, протянувшаяся вдоль набережной Сены, в основном представлявшая картины. Туда попали и предметы из сокровищницы Сандени, древнейшая часть которых относилась к IX веку, к каролингской эпохе, точнее, ко времени правления короля Карла Лысого. Вы видите здесь его изображение на миниатюрах из иллюстрированной Библии, которая была ему в подарок преподнесена аббатом монастыря Святого Мартина в городе Туре. И в этой миниатюре отражены все вкусы каролинской эпохи, интерес к античности, увлечения иллюстрированными рукописями, драгоценными предметами роскоши, тканями, ювелирной работой. И все это отражено в драгоценной тареле, которая из аббатства Сандени от эпохи Карла Лысого попала затем в Лувр. В центре вы видите серпентиновую тарель, инкрустированную золотыми рыбками. Это античная работа I века н.э. А вот обрамление, драгоценное, оклад золотой с драгоценными камнями, это как раз работа придворных ювелиров каролинской эпохи IX века. Таким образом, античная тарель была преобразована в литургический сосуд, который напоминал о крестной жертве благодаря главному христианскому символу рыбе, а по форме своей еще был очень похож на одни из первых изображений старинной чаши Грааля, в которую якобы была собрана кровь распятого Христа, потому что сначала ее изображали именно как тарель, а не кубок или дарохранительницу, как это стало принято чуть позже. В аббатстве Сан-Дени тарель из серпентина хранилась вместе с драгоценной сардониксовой чашей, античным конфаром, который затем получил название фиала или чаша Птолемеев. Оба эти предмета использовались во время коронации французских королев, а после Великой Французской революции они были разлучены, и тарель сегодня находится в Лувре, а чаша хранится в собрании Национальной библиотеки Франции. Следующий период пополнения коллекции аббатства Сан-Дени и, соответственно, Лувра – это XII век и время, когда пост аббата в монастыре занимает Цугерий. Аббат Цугерий – правая рука французского короля Людовика VI, затем и его сына Людовика VII. Он будет назначаться регентом, то есть фактически правителем Франции, когда король будет отлучаться в крестовый поход. Это интеллектуал, увлечённый и ювелирным искусством, и архитектурой. Он расширяет главную базилику монастыря, придаёт ей тот облик, который она имеет сегодня, превращает её в одно из первых строений в готическом вкусе, с высокими витражными окнами. И он же пополняет резницу монастыря драгоценными сосудами. Сам Сугерий пишет о четырёх драгоценных сосудах, которые он заказывает и равных, которым нет во всём мире. Сегодня три из них хранятся в Лувре. Вы видите их на гравюре дом Филибьена XVIII века, а вот так они выглядят сегодня. В основе всех этих сосудов либо античная, либо средневековая работа по камню. Это работа по Сардониксу в случае кувшина, который вы видите слева. Это византийская работа VII века. А далее это порфировая ваза античной работы. Потом вы видите вазочку прозрачную. Это хрусталь ирано-сосанитской эпохи VI-VII веков. И всё это обрамлено в работу ювелирную мастеров XII века по распоряжению аббату Сугерия. Орёл, конечно, прежде всего обращает на себя внимание. Его в Лувре так и именуют орлом Сугерия. О чём думал заказчик? Представлял он себе имперский символ Византии в виде двуглавого орла. Вспоминал он о зооморфных восточных сосудах. Мы не знаем, но, тем не менее, очень натуралистично эта голова орла, исполнена в XII веке. И сосуд, безусловно, невероятно высоко ценили, о чём, среди прочего, свидетельствует надпись под оголовьем сосуда. Она гласит, этот камень заслуживает быть установленным в золото и драгоценные камни. Это был мрамор, но он мрамора дороже. И, кроме того, орёл этот, безусловно, является предвестником новой эпохи и готического стиля в декоративном искусстве Франции. В XII веке в сокровищницу аббатства Сандыни поступает увесистое аббатское кольцо, которое в XIX веке будет вмонтировано в одну из главных государственных регалий – десницу правосудия. Здесь вы её видите на полотне Эннгре. Это портрет Наполеона, который держит и королевский скипетр старинный, и десницу правосудия. Её монарху вручали в левую руку во время коронации, и она была символом справедливого, праведного правления. Прежде чем король во Франции получал скипетры, он должен был удостоиться средневековых инсигний, символов власти, в число которых входили коронационные шпоры и коронационный меч. Оба эти предмета сегодня хранятся в Лувре, и меч, конечно, интереснее всего, потому что навеян абсолютно бесконечным количеством легенд. По преданию, это меч, принадлежавший императору Королу Великому, который имел собственное имя. Этот меч звали Жуаёз, или Радостный, и в «Песне о Роланде» подробно рассказывается о том, что этот меч несколько раз за сутки меняет свой цвет, его сталь, и говорится о том, что в его рукоять вмонтировано острие копья сотника Лангина, который пронзил тело креста во время распятия на Голгофе. И вот эта святыня, касавшаяся тела спасителя, якобы находится в рукояти меча Карла Великого. На самом деле, сегодня этот меч является такой исторической загадкой, он включает в себя несколько разновременных элементов. Самую раннюю датировку имеет навершие рукояти с такими очень причудливо переплетающимися телами птиц. Оно датируется X-XI веком. Далее крестовина рукояти относится, видимо, к веку XII, и там изображены драконы с распахнутыми пастями. И мы видим их сложенные крылья. Ну и, соответственно, к более позднему времени относятся сам клинок и ножны этого меча. Меч использовался во время коронации. Его сначала давали королю, затем король передавал его к конотаблю, и тот должен был держать меч обнаженным, направленным вверх на протяжении всей церемонии коронации. Скипетр, который, безусловно, входил в число важнейших символов королевской власти, также хранился в аббатстве Сен-Дени, затем поступил в коллекцию Лувра. Скипетр, который вы видите, был заказан французским королем Карлом V, мудрым, в 1380 году для своего сына Карла VI, получившего прозвище Безумного. Украшен этот скипетр изображениями императора Карла Великого. На вновешии мы видим в основании яблоко, на котором изображены в рельефной технике изображения трех сцен из легенды о Карле Великом. Это явление Карлу Святого Иакова, вручение Карлу меча и державы, и затем спасение души Карла Великого из рук дьявола. Далее символ французской короны Лилии, и, наконец, наверху сам Карл Великий, который держит в руках скипетр и держава. Почему надо было на скипетре конца XIV века изображать Карла Великого? Дело в том, что Карл V был третьим королем в династии Вулуа, которая относительно недавно взошла на французский престол после династии Капитингов, и, как и водец в новых династии, имела довольно спорные права на этот трон, ей надо было утвердить легитимность своей власти. Кроме того, в конце XIV века мы с вами находимся в самом разгаре Столетней войны, и права Вулуа на французский престол оспаривает английская династия плантагениатов. Собственно, из-за этого Столетняя война и разгорается. И вот для того, чтобы показать свою связь с самым образцовым, самым великим монархом в истории Франции, Карлом, великим императором, здесь его изображение и помещается, и Карл V, заказывая такой скипетр, отдает власть своих потомков под покровительство Карла Великого. В Лувре хранится сегодня и единственная из дошедших до нашего времени дореволюционных корон французских монархов, то есть до Великой Французской революции. Перед вами корона, созданная для Людовика XV, преемника короля солнца, Людовика XIV, который правил Францией долго, которому приписывают знаменитую фразу «после меня хоть потоп». Этот монарх заказал две короны, до нашего времени дошла одна, сделанная из позолоченного серебра, украшенная яркими драгоценными камнями, в неё были вставлены сапфиры, рубины, топазы, и символы французской короны, лилии, были выполнены из бриллиантов. Для украшения этих лилий использовались крупнейшие бриллианты, принадлежавшие французским королям, среди них регент весом 140 карат и сан-си весом 55 карат. Однако в 1729 году все драгоценные камни с этой короны были сняты, а вместо них были поставлены копии, имитации, которые эту корону по сиденью украшают. Этого от посетителей Лувра никто не скрывает, а настоящие драгоценные камни сегодня отдельно можно увидеть в собрании Лувра. Они представлены самостоятельно для того, чтобы взгляд посетителей и зрителя ничто бы не отвлекало от их блеска и красоты. Продолжая тему власти, мы с вами от регалий переходим к предметам византийского и средневекового искусства, которые находятся в собрании декоративного искусства, декоративной коллекции Лувра. Перед вами императорский диптих, который был создан в Константинополе в VI веке, и изображает по всевидимости византийского императора Юстиниана. Это редкий пример довольно распространенных в Византии в V-VI веках и позже предметов декоративного искусства. Такие диптихи заказывали для увековечения своих подвигов византийские императоры, но только диптих Юстиниана дошел до нас почти в полном виде. Они обычно, эти диптихи, состояли из пяти отдельных пластин, и здесь до нашего времени благополучно сохранились четыре. На центральной представлен сам император, который поражает противников своим копьем. Это либо персы, либо варвары. Мы с вами видим, что пятую императору поддерживает аллегория земли, которая таким образом ему помогает. Слева от центральной пластины резной с императором мы видим изображение воина, который подает фигуру Виктории Победы с лавровым венком императору Юстиниану. Внизу вы можете разглядеть изображение поверженных варваров, и наверху все это венчает изображение Христа, который подвиг императора Юстиниана таким образом благословляет. Удивительная совершенно пластика, очень глубокая резьба, невероятно динамично передана сцена, фигура самого всадника и его коня. Этой триумфальной тематике будут вторить и в византийском искусстве, и в романскую эпоху, в искусстве каролингов. Здесь перед вами статуя императора Карла, бронзовая, покрытая позолотой и относящаяся к IX веку. По высоте она составляет 25 сантиметров, и она примерно равна тому резному костяному рельефу, который мы видели до этого с императором Юстинианом. Это на самом деле очень изящный предмет искусства. И здесь надо сказать, что та иерархия искусств, которые нам привычны сегодня, и которые мы унаследовали от художественных академий нового времени, живопись, вояне, изотчество, была совершенно чужда средним векам. Тогда главными искусствами были действительно резьба послановой кости, художественные эмали, глиптика, камеи и вот такая удивительная бронзовая пластика. Надо было точно просчитать рецептуру бронзосостава сплава, и он здесь разный в каждой из деталей этой статуэтки. Представлен нам император с глобусом или державой в одной руке, во второй руке он держал меч, который, к сожалению, до нашего времени не сохранился. Специалисты до сих пор спорят, кто перед нами. Карл Великий, на которого на самом деле по иконографии этот всадник не очень похож, или его внук Карл Лысый, которого мы с вами уже упоминали. Скульптура эта явно должна нам напоминать сцена триумфа римских императоров, и самый знаменитый прототип для неё – это, конечно, статуя Марка Аврелия, которая до XVI века находилась перед базиликой Сан-Джованни в Латеране в Риме, затем она была перемещена на Капитолий. И здесь мы видим с вами императора-триумфатора. В средние века считалось, что это изображение Константина, который побеждает язычников. И вот таким новым Константином, безусловно, чувствовал себя правитель королевской эпохи, который заказывал бронзовую статетку, только что нами виденную. В средние века невероятно популярна была техника эмали – перегородчатый, выемчатый. Ей украшали личные предметы роскоши или литургические предметы, которые затем вкладывали в монастыри и почитаемые храмы. И к числу таких личных украшений относятся драгоценная армила или браслет наплечный, который связан с историей Владимира Суздальской Руси. Дело в том, что этот предмет долгое время считался даром, преподнесённым князю Андрею Боголюбскому от императора Фридриха Барбароссы. Действительно, с XVII века эта армила упоминается в описях Успенского собора в городе Владимире. Она находилась в сокровищнице этого храма. Позже, в XIX веке, начале XX, она участвовала в выставках, а затем в 1933 году при советской власти была продана за границу. Попала сначала в частную коллекцию антиквара, а затем была передана в Лувр. Считается, что у этого предмета должна быть пара. Ну, разумеется, браслетов должно быть два. Здесь мы с вами видим сцену воскресения Христа, а на парном браслете, скорее всего, было изображено распятие. Очень похожее по стилю изображение находится на браслете из Нюрнбергского собрания, из города Нюрнберга. И вполне возможно, что оно является парой к браслету наплечному из Лувра. Луврское сделано чуть более внятно и торжественно по своей композиции. Мы видим с вами Христа, который восстаёт из гроба, и совершенно удивительно созданных здесь ангелов, которые по своим ликам напоминают византийское искусство, явно совершенно отражают его влияние на искусство Франции XII века. Техника эмали использовалась в разных регионах. Армила, которую мы с вами только что видели, была явно создана в мозельско-рейнских мастерских ювелирных, а во Франции главным центром работы над эмалью был город Лимош. И там сделана удивительной красоты дарохранительница, которая ценна нам ещё и тем, что она является подписным предметом средневекового искусства. Это большая редкость. И внутри, на верхней чаше этой дарохранительницы, есть надпись, что сделал её мэтр или мастер Альпе из города Лимоша. Сама она украшена изображениями спасителя, апостолов и ангелов, а ножка представляет нам серию переплетающихся тел животных, которые напоминают какие-нибудь островные, северные орнаменты и художественные мотивы английского или ирландского искусства. Вполне возможно, что тоже сделаны как-то под этим влиянием. Ну и, наконец, в заключение я хотела бы показать вам вот этот автопортрет, который выполнен французским художником Жаном Фуке в 1450 году. Этот автопортрет являлся составной частью диптиха, созданного художником для канцлера Этьена Шевалье. Диптих включал в себя изображения самого Этьена, его святого покровителя Стефана, и богоматери с младенцем. А дополнял их вот этот небольшой медальон. Впоследствии диптих был разделен на две части, и сегодня они порознь находятся в музеях Берлина и Антверпена. А автопортрет самого художника, как сердце настоящее этого произведения, хранится до сих пор в Губре. Он выполнен в новаторской для этого периода технике живописной эмали. И, в общем, стоит на рубеже двух эпох. Средневековый и готический, и эпохи Нового Времени и Ренессанса. Потому что, с одной стороны, в общем-то, эмаль, техника, мы с вами уже видели, любимая готикой. Но здесь эмаль не перегородчатая, не выемчатая, а живописная, которая будет невероятно популярна в эпоху Возрождения во Франции. Здесь перед нами уже не просто нацарапанная подпись мастера, внутри чаши, довольно скромно здесь, настоящий автопортрет. Причем, посмотрите, насколько он вдумчивый, насколько он проникающий в нас с вами. Техника невероятно сложная, потому что на слой черной эмали наносилась темная глазурь, потом очень тонкой кистью, в один буквально волос, наносилась золотая краска, надписи, моделировка тела, лица, одежды. И потом с помощью тоненькой иглы местами слой этой золотой краски снимался. Там, где надо было создать графические детали, например, ресницы, проработать волосы или какие-то черты лица, создать изображение зрачка в центре глаза. И представьте себе, каким точным взором глазом должен был обладать художник и какой тонкой рукой для того, чтобы создать это великолепное изображение. Собрание декоративного искусства в коллекции Лувера не ограничивается только предметами средневекового искусства. В 2014 году была открыта новая часть экспозиции, которая включает в себя исторические залы, освещающие период XVII-XVIII веков в истории Франции. Но прогулки по ним займут у нас с вами не один час, поэтому для них я приглашаю вас в наш лекторий, в котором мы ждем вас по окончании карантина с большим нетерпением. Спасибо, до свидания.